Всем привет! Меня зовут Марина Филатова, это проект «В сетях». И сегодня мы присутствуем на Wellness достижении 6 от Wellness клуба «Тихия». Сегодня Wellness достижения 6. Скажи мне, что ты чувствуешь как человек, который был с самого-самого начала Wellness достижения как проекта такого глобального? Я очень горжусь, потому что это проект, который известен на уровне города. И в этом году у нас был лист ожидания больше 50 человек. И мы понимаем, что популярность и желание быть сопричастными к проекту растет. Сегодняшнее мероприятие построено на концепции, которая называется «Ход конем». Это мероприятие о людях, которые бросили себе вызов. В поддержку концепции мы сделали очень интересную активность, где наши гости могут разыграть известные шахматные партии с профессиональными шахматистами. И даже заметила, что некоторые из гостей просто остались играть. Они не очень даже хотели заходить в зал, не хотели слышать, выиграет кто-то из них или нет. Да, они просто хотели продолжать играть. В какой номинации вы принимаете участие в этом году? Я участвую в номинации «Силуэт». Надеюсь на победу. Что включает в себя данная номинация? Что нужно было сделать за три месяца конкретно вам? Данная номинация включает красивые пропорции. То есть не нужно похудеть, не нужно перекачаться. Нужно красиво, подсушенно выглядеть именно в своем теле. Вообще посягнула на выносливость, на такую сложную номинацию. Но мне так понравилось. Я после своего балета, растяжки попробовала кроссфит, табату. Все так прям по жести, по жести. Мало того, что там ребята такие классные, тренера вообще сумасшедшие. Но еще вот эта энергетика, когда ты отработал, и ты выходишь такой счастливый-счастливый, эндорфинный, бегает по всему телу. Мне очень понравилось. Вот, кстати, очень актуальный вопрос. Многие женщины думают, что когда ты занимаешься действительно мужскими видами спорта, такими на выносливость в тренажерном зале, то женственность куда-то пропадает. Вы, мне кажется, наглядный пример того, что это суждение неправильное. Тем более, что вы занимались и балетом, действительно, и растяжкой. Вот сейчас, оглядываясь на этот опыт, что скажете относительно того, что происходит внутри, с женской точки зрения? Как раз эта мужская энергия, она выплескивается, наоборот, на тренировки. И домой ты приходишь такой мягкий, нежный. Тебе хочется приготовить какую-то еду мужу, потому что ты уже все выплеснул, и дома такой расслабился. Такая киска дома сразу. Я принимала участие в номинации «Выносливость». Что это значит? Это значит, что нужно было проявить свои самые сильные волевые качества. За 20 минут нужно было выполнить как можно больше упражнений, которые комиссия вытянула. 8 штук упражнений, и каждый участник старался как мог, и я в том числе выложилась до последнего. Сложнее всего была подготовка. Железный человек становится не во время, когда он побеждает, а во время, когда он проходит путь. Тяжелее всего было пройти путь этот. Вид очень сдержанный, как будто вы даже не волнуетесь нисколько. Но скажите честно, есть немножечко хотя бы волнения? У меня коленки трясутся. Велность достижения 6. Уже 6. Вы понимаете? Помните первую церемонию награждения? Да, конечно, помню. Это было очень волнительно и впервые. Но я хочу сказать, что каждый год это всегда волнительно. Тем более этот конкурс, он после тяжелого 20-го года. Мы долго на него собирались, готовились, настраивались. Но мне кажется, что он получился. Это мероприятие, оно наполнено смыслом, потому что это гимн жизни, здоровью, успеху и любви. Ведь победа над собой, над своими привычками, это самая лучшая победа, которая может быть. Поэтому все участники, они победители. Потому что они ставят очень амбициозные цели, они их достигают, и это круто. И это праздник для них. Думаю сейчас на тему того, как тебя представить. И понимаю, что все достаточно просто. Самый спортивный человек из тех, на кого я подписана в инстаграме. Ежедневные тренировки. И даже, насколько я знаю, не по одной тренировке в день у тебя бывает. Скажи мне, пожалуйста, как так сильно можно любить спорт? Надо любить не спорт, а себя. Когда ты любишь себя, ты хочешь, чтобы ты была красивая. А чтобы ты была красивая, надо ходить на спорт. По-другому никак. В этом году среди победителей девушки или мужчины? Две девушки, три мужчины. Хорошо. Вот я так выведываю, понимаете, у Стаса кто же победил. Но мы узнаем совсем скоро. А если бы ты принимал участие в таком соревновании, то какую номинацию бы выбрал для себя? Ну, мне проще всего сила. Я бы там выиграл. Выиграл бы? Конечно. Кого вы болеете? Хороший вопрос. За номинацию «Выносливость». За всех, кто там победит. За девочек и за мальчиков. А вы в какой номинации? Выносливость. Насколько я знаю, это сложная номинация, да? Ну, достаточно тяжелая, да. На самом деле, я думаю, что каждая номинация по-своему сложна. То есть похудение там надо терпеть. По магазинам не ходить, по кафешкам не ходить. Продуктовый магазин даже сложно. Выносливость – свое терпение. В силе тоже свое. Естественно, каждая по-своему сложна. Как вы считаете, все-таки, вот в таких соревнованиях кому легче, мужчинам или женщинам? Легче, наверное, мужчинам. Потому что женщинам по определению сложнее соревноваться. Попробую объяснить. Соревновательный дух у девочек, он же как бы с рождения. Им тяжелее. Я смотрю на девчонок, как они прямо рвут и мечут. Да, рубятся прямо до конца, до талого. Поэтому я думаю, что им сложнее проигрывать. Вот как мы оцениваем с вами ваши шансы? У меня вообще шансы. Дай боже, я для себя настолько победила. Где я была в марте и где я была в мае, это вообще большая разница. Но там такие крутые девчонки, что вообще. Я думаю, первое место достанется суперсильнейшей. Аня, я не знаю, как это возможно, честное слово. Но с каждым годом ты выглядишь все прекраснее и прекраснее. Рассказывай секрет своей красоты. Это не секрет. Все, кто ходит в wellness, видят меня там регулярно. Минимум три раза в неделю. И я действительно, когда меня спрашивают, как ты заставляешь себя ходить в wellness трижды в неделю. Да я, честно, не могу просто дождаться тренировки. Потому что для меня это просто часть моей жизни. Я кайфую. Это и нагрузка, и релакс, и общение, и друзья. Да, я выплескиваю свою энергию, свои эмоции. Это мой второй дом. Я провожу там, правда, очень много времени. И у меня бывает, что по две тренировки в день. И мне это не сложно. В этом году я участвовала в номинации... Вы не говорите, что выносливость. Нет. Я участвовала в номинации силуэт. И как оно? Мне очень понравилось. Мне понравился именно мой результат. Именно то, что все, что делалось в рамках конкурса, оно помогло моему участию. То есть великолепные лекции, великолепные знания полученные. И то есть это все легло на такую подготовленную почву. И я считаю, что для себя я добилась хорошего результата. Вес у меня уменьшился на 10,4 килограмма. Талия на 15,5 сантиметров. Да, если считать в процентах, там довольно много ушло. Можете ничего не говорить. На 15,5 сантиметров меня не стало. Я не представляю, как это вообще может быть. Вы очень красивая. Кто вас поддерживает? Меня поддерживает, конечно же, моя семья, мой муж, мои дети. И мои самые мои любимые велнес-сестрички. То есть у нас уже такая сложилась большая компания. Вот в рамках клуба мы дружим. У нас своя семейка такая девчачья. То есть мы уже делаем какие-то внутренние свои проекты. Это великолепно. И всему этому послужил толчком Волна Стихвин. Вы посмотрите, какие красивые девушки рядом со мной прямо сейчас стоят. Я даже забыла вообще, о чем я хотела с вами поговорить, если честно. Кир, начнем с тебя. Как настроение? Супер. Как в предвкушении чего ты сейчас находишься? Победы, конечно. В какой номинации? Гибкость. Сложно было? Да, очень. Что было самым сложным? Сесть в минус. Села? Да. Гордишься собой? Конечно, конечно. Для этого я и велнес-достижение. Это первый велнес-достижение? Да. Сколько раз в неделю вы ходите тренироваться? Говорите честно только. Два-три раза в неделю. Кир, сколько раз ты ходишь на тренировки? Три раза в неделю. Марин? Я участвовала в выносливости, участвовала. И я занималась два раза в день. Чтобы... Да. Но, насколько я знаю, это одна из самых сложных номинаций, особенно для девочек в этом году. Да. Есть такое. Ну, самое сложное, это все-таки, наверное, выдержать этот тренировочный режим, потому что потрепало организм, так скажем. Но, честно говоря, я получила удовольствие. И если после соревнований я вышла и сказала, что больше я не буду участвовать, то сейчас я думаю, что, возможно, и в следующий год пойду. Кость, ты как победитель в нескольких wellness достижениях. И вообще, мне кажется, все соревнования, которые были, ну, по крайней мере, как я помню, несколько лет назад, ты их выигрывал. В этом году wellness достижения 6. Принимаешь участие? Я дал возможность побеждать другим. Главное правило – это сжигать больше калорий. Чем ты потребляешь? Тогда ты не будешь толстеть. Как победители в номинации «Выносливость»? Что хотите сказать? Ну, во-первых, я хочу выразить огромную благодарность клубу за 7 лет. Сколько я здесь уже хожу, 7 лет. Я впервые участвовала на соревнованиях. И, в общем-то, не пожалела. Потому что это, наверное, открылся какое-то новое что-то для меня. И я поняла одно, что все-таки спорт – это больше про характер человека. Для чего вам нужен этот конкурс? Для чего вам wellness достижения 6? Это было замечательное и потрясающее время. Мы с девушками сдружились, познакомились глубже. Мы ходили, учились делать букеты к Пасхе, композицию создавали. Мы пробовали вкусный шоколад. То есть, что у нас только не было. Кроме того, это работа над собой. Это какой-то, ну, так сказать, пинок самой себе. И желание доказать, что ты все-таки что-то можешь. Я считаю, что wellness Тихвин – это мой второй дом. То есть, я туда прихожу почти каждый день. Может быть, там один-два дня в неделю пропускаю. Но я туда прихожу и растворяюсь именно в его атмосфере, в его людях. Они все очень искренне, очень приветливые. Это замечательная команда тренеров. Бесподобная команда администраторов. То есть, все, что там есть – это мое родное, это вот мое второе. Вы выглядите прекрасно. Я не могу не задать вопрос, насколько долго вы готовились к мероприятию с точки зрения дресс-кода? Долго. Мои швеи отшивали, старались очень долго. Участие в создании моего образа принимало 4 человека. Две швеи, один конструктор, один технолог. Мы перешивали его несколько раз. Я меняла свои, как девочка, там, идеи. Какому дизайнеру принадлежит твое божественное платье? Это мой любимый бренд. Это «Неймласс». И у меня не было сомнений, я его увидела, у меня была ясность. Это оно. По-моему, тамушка называется. Это индивидуальный подшив. Мы долго ждали ткань. Достаточно сложно шить пиджак. И комбинезон. Сегодня в нашем городе есть удивительная возможность приобрести все, ну или почти все. Это классно. Самое главное, когда ты слушаешь себя и одеваешь именно то, в чем ты себя чувствуешь комфортно. В самом деле это об этом. Как долго готовилась ты к сегодняшнему мероприятию с точки зрения подбора образа? Да, ну естественно, платье сшито специально на заказ для данного мероприятия. В одном очень секретном месте. Шляпка, образ – это также один из лучших стилистов нашего города. Мой самый любимый – Владимир Пермина. Наши любимые дизайнеры Екатеринбурга. Сиам-Сиам. И Оксана Черепанова. Ай, нам самый настоящий расклад по своему образу. Хорошо, ожерелье сценариум. Платье Эмираты ББ. И сумочка Луи Виттон. Платье Элисап. Мне пришлось ехать за ним в Москву, потому что у нас ничего, к сожалению, я не нашла. Но это очень известный дизайнер, наверняка его все знают. В этом году прямо я смотрю праздник Удал Сап. Очень красиво и потрясающе. И люди все соблюдают березкод, что удивительно в наше время. Ну, прям классно. Это большая ответственность. В первую очередь и за тех людей, которые нам поверили. И за команду, потому что они, правда, самые лучшие. И за партнеров, потому что они верят в нас. На взаимых друзей, которые тоже сегодня здесь присутствуют. И некоторые даже специально прилетели, чтобы нас поддержать. Всегда это ответственно. И каждый раз, как в первый класс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...